Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Очередная неделя уже подошла к финишной прямой, и пока мы с вами упорно работали на работах, другие тоже времени зря не теряли. Злились на бессовестных разработчиков, сливали даты релиза ожидаемых блокбастеров, играли в китайский Need for Speed и даже издевались над Джо Байденом в Майнкрафте. В общем, творилось натуральное черти что, и кому как не нам в ближайшие несколько минут предстоит во всем этом разбираться. А потому самое время подготовить ваш любимый напиток к нужной степени бодрости, попутно прожав лайк и ударив что из сил в колокол. Вы на канале DLC, и мы начинаем. Если вы любите атмосферные инди-проекты так же, как их любим мы, то у создателей приключения Planet of Lana есть для вас приятный сюрприз. И нет, пока что не релиз, нарисованный будто бы от руки адвенчуры, но свежий трейлер оный. Видео завораживает своим визуалом и атмосферой. Живописные природные пейзажи, пустынные просторы и подземелья — все это представлено в полной мере и дух захватывает. Разработчики обещают увлекательный геймплей, завязанный на головоломках, стелсе и сражениях с бездушными машинами, а также активное взаимодействие с внутриигровым компаньоном. Непосредственно сюжет же будет сосредоточен вокруг спасения сестры, главной героиней. Датой выхода обозначена 23 мая этого года. В полку особо чувствительных пользователей интернета похоже очередное пополнение. На сей раз в центре возмутительного скандала оказались разработчики ремейка System Shock — культовой игры в жанре Immersive Sim. Проект от Night Dive, пожалуй, можно считать настоящим долгостроем, так как кампания по сбору средств на Kickstarter стартовала еще в 2016 году. Но с тех пор ремейк переносили множество раз по различным причинам. С игрой в целом-то все в порядке — на данный момент релиз запланирован на 30 мая, а предзаказы уже давно открыты. Однако на днях случилась ситуация… назовем ее так, в духе времени. Разработчики на свою беду опубликовали арт, изображающий Shodan — злобного искусственного интеллекта из игры, сделан который был при помощи другого искусственного интеллекта — нейросети Mid Journey, что нынче не эксплуатирует только ленивый, будь то по делу или же без. И нет ведь в этом ничего ужасного, с чем, впрочем, отнюдь не согласятся некоторые фанаты уважаемой серии. Разработчики стали подвергаться осуждению за то, что якобы не проявляют должного уважения к труду реальных художников, доверяя созданию арта в бездушной программе. Многие даже принялись отменять предзаказы на игру и гнев написать в твиттер о том, что больше ничего не желают об этой самой игре слышать. Дабы лучше понять контекст, поясним, что бытует мнение, будто бы нейросети крадут хлеб у создателей рукотворного контента, а потому поддержка подобного рода неблагодарных инициатив заслуживает немедленного порицания. К слову, ответ разработчиков не заставил себя долго ждать. Те не стали набрасывать ничего на вентилятор, просто отметив, что продолжат использовать технологии для создания креативов и в будущем, хотя и не планируют заменять им полностью живых сотрудников. Официальной информации по Stalker 2 от студии GSC пока что, мягко говоря, не в изобилии. Из-за ее внезапного появления чаще ответственны голодные до новостей фанаты серии, публикующие многочисленные сливы. Однако раз в год, как известно, и палка стреляет. Так и украинские девелоперы порой выкладывают что-то мелкими крупицами. Разработчики опубликовали короткий ролик под названием Become Non-Stopable, в котором продемонстрировали знакомую по зову Припяти станцию Янов. В кадре персонаж игры просто... ведет по направлению к станции, а под конец выпивает известный многим поклонникам напиток нон-стоп, после чего видео заканчивается. Описание было снабжено характерной загадочной надписью, которая гласит, что когда уж больше нет сил нести драгоценный хабар, нужно выбирать, что дороже — хабар или собственная жизнь. Интригует, конечно, но когда уже там полноценный геймплей? Поступила новая информация касаемо кастинга Mortal Kombat 2. Речь о сиквеле перезапуска киноадаптации популярного файтинга. Издание The Wrap, чьим словам, пожалуй, можно смело доверять, сообщило, что список актеров фильма норовит пополнить звезда пацанов Карл Урбан. Актер находится на финальной стадии переговоров со студией, а сыграть намеревается ни много ни мало самого Джонни Кейджа, которого, я напомню, в оригинальном фильме не было, там лишь сцена после титров намекала на его появление. Съемки сиквела планируют начать уже в июне в Австралии, работу над ним ведет все та же команда, что и раньше. Плюс сценарист сериала Marvel «Лунный рыцарь» Джереми Слейтер. Вот уже 11 лет фанаты серии «Делдер Скролл» своими силами занимаются переносом Morrowind на более совершенный движок, а именно версию Skyrim Special Edition. Данная амбициозная работа именуется Skywind, и недавно авторы пролили свет на состояние проекта. В сети был опубликован 20-минутный геймплейный ролик. Это первая видеоигры с момента публикации в прошлом году. Тогда авторы выкладывали актуальную демонстрацию в честь 20-летия оригинального Морвинда. Показанная демо выглядит более чем достойно, на наш взгляд. Видно, что технически игра предсказуемо не уступает Skyrim, а неповторимая атмосфера оригинала была бережно сохранена. Сообщается, что точная дата выхода до сих пор под большим вопросом, причиной чего разработчики называют банальную нехватку рабочих рук. Напомню, что данная команда также разрабатывает обновленную версию Oblivion. Все на той же последней версии графического движка. Он получил название Skyblivion. На просторах форума Reddit появились новые фотографии со съемок сериала Fallout. Как и фото, уже опубликовавшиеся ранее, свежие изображения демонстрируют аутентичные декорации, узнаваемые элементы декора, вроде винтажного компьютера, а также знакомых каждому фанату серии персонажей, вроде Гуля или Жителя Убежища, в соответствующей форме канонично-синего цвета. Ранее уже сообщалось, что съемки первого сезона экранизации от Amazon были успешно завершены, однако детальной информации и о сюжете, и о персонажах нет до сих пор. Как, впрочем, нет и даты выхода. Ожидается, что ей станет конец этого года, но никак не ранее. Известно, что события экранизации будут иметь свою собственную оригинальную историю, отличную от тех, что мы уже видели в играх. А бункер под номером 33, в котором происходят события сериала, будет представлен в каноне впервые. В наше время пополнить кошелек в Steam – это тот еще квест. А для того, чтобы приобрести игру, которой нет в России, нужно ни раз и ни два потанцевать с бубном. Но как же хорошо, что есть Ice Games, который поможет не только купить лицензионные ключи топовых игр, но и пополнить кошелек Steam. Теперь все проблемы в прошлом. Больше не придется возиться с верификацией вебмани и бояться блокировок карты Kiwi. Помимо отсутствия проблем, у сервиса есть и гора плюсов. Сервис работает 24 часа в сутки. Удобная плата по СБП. Работа сервиса 24 на 7. Быстрое пополнение за 2 минуты от 100 рублей. Низкая комиссия и быстрая техподдержка, если возникли сложности с пополнением. Помимо пополнения кошелька Steam, в Ice Games вы можете купить еще и лицензионные ключи топовых игр. У них постоянно выходят новинки. Jedi Survivor, Atomic Heart, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us Part 1. Эти и другие новинки вы можете приобрести в Ice Games. Ну а если захотите сэкономить, то рекомендуем вам посетить раздел «Оплата без комиссии», в котором вы сможете приобрести игры без комиссии. А совсем скоро на Ice Games появятся игры для турецких аккаунтов, которые еще дешевле, чем в российском Steam. А также появится возможность пополнения турецкого аккаунта. Переходите по ссылке в описании и закупайтесь новинками вместе с Ice Games. Не так уж чтобы широко известная игровая студия Blowfish Studios на днях представила хоррор-боевик Shadow Man для ПК и консоли. Игра основана на серии мрачных комиксов издательства Valiant и повествует о неком человеке-тени по имени Джек Бонифейс. Тот, мол, жил до поры до времени обычной жизнью, но ни с того ни с сего обнаружил в себе могущественную силу. Таким образом, согласно сюжету, противостоять мы будем всякого рода нечисти и сверхъестественным силам. И по ходу исследовать локации двух миров. Яркого, названного LifeSide, и его темного воплощения DeadSide. Ну а что вы хотели, комиксы же? Разработчики обещают прохождение, наполненное головоломками и сложными битвами со всякими культистыми демоническими боссами. Ну а выпустить сей мрачняк планируют на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Правда, вот дату выхода не уточнили. Вполне вероятно, что поклонники студии Ninja Fury в целом, а также экшена Hellblade в частности, получат возможность сыграть в сиквел приключений уже в этом году. Намек на это появился в свежей рекламе каталога Game Pass от Microsoft, в котором студия представляет игры, выходящие в 2023 году. Среди них оказался и грядущий проект от британских разработчиков. К слову, если догадки окажутся верными, то авторам и издателю, возможно, придется наращивать интенсивность рекламной кампании игры. Ведь аккурат с момента демонстрации последнего трейлера аж на The Game Awards 2021 об игре ничего нового не было ни сказано, ни показано каких-либо внятных материалов. Лишь несколько концепт-артов до ролики о создании, чем, прямо скажем, сыт особо не будешь. А посему терпеливо ждем выставку Game Showcase, которую Майки собираются традиционно провести уже в июне. Игру, скорее всего, как раз там и покажут. 17 мая в раннем доступе Steam обещает появиться кооперативный шутер Starship Troopers Extermination, созданный специально для ярых фанатов одноименного кинофильма 1997 года. Разработкой игры занимается канадская студия Off-World Industries, и на данный момент известно, что основной акцент в проекте будет на сборе ресурсов, командном отстреле полчить жуков и защите базы, которая, защита то есть, заключается в создании оборонительных плацдармов и различной разновидности турелей. Кооперативный режим будет поддерживать до 16 игроков, каждый из которых волен выбрать один из трех доступных классов. Противостоять же им будет порядка пяти видов арахнидов, созданных по киношным канонам. Стоимость игры в базовом варианте составит 25 долларов США, рублевый же эквивалент не уточняется. Руководитель Capcom Харухира Цудзимота в недавней беседе журналистами рассказал о том, что студия делает большие ставки на грядущий Street Fighter 6. В данный момент серия является флагманской для японцев, а потому студия вложила в эту часть серии очень много денег. По словам Цудзимота, в планах у Capcom продать не менее 10 миллионов копий игры. Среди прочего, дабы расширить потенциальную аудиторию файтинга, компания решила сделать продолжение более дружелюбным и понятным для новых игроков. Иными словами, стоит ждать, что шестая часть будет играться проще предшественниц. Релиз Street Fighter 6 намечен на 2 июня этого года. Игру выпустят на ПК и современных консолях, а в стартовый пул бойцов войдут 18 персонажей. Авторы постапокалиптического ролевого экшена Biomutant, ну того, что про антропоморфных животных с пушками, если кто забыл, анонсировали скорый выход игры на еще одной игровой платформе. На сей раз станет Nintendo Switch. Релиз нацелен на 30 ноября этого года. Напомню, что ранее проект выходил на ПК, PS4, PS5, а также Xbox One и Xbox Series XS. Игроки встретили игру скорее прохладно, и довольно скоро проекте как-то забыли совсем. Однако похоже, что издатели-разработчики все еще не торопятся ставить на игре крест, и питают определенные надежды, что релиз на портативной консоли вызовет новую волну интереса к недооцененному проекту. И не только Biomutant получит портативную версию себя. Также появилась информация и от студии Manfish. Вслед за анонсом свежего DLC, намеченного на июнь этого года, разработчики сообщили об успешной оптимизации Atomic Heart под Steam Deck. Так что нынче, если вы гордый владелец роскошного портативного устройства от Valve, то сможете насладиться приключением в альтернативном СССР, сидя прямиком на… ну, где бы это ни было в общем, а не только за ПК или домашней консолью. Дабы ознаменовать сие события, а также с целью оповестить игроков и поклонников, разработчики выпустили соответствующий трейлер. Глава студии Respawn Wind Zampello совсем недавно сетовал на то, что новых идей для третьего Titanfall у разработчиков пока нет. Однако похоже, что студия сейчас-таки занимается разработкой чего-то, что находится еще на очень ранней стадии продакшена. И к тому же к популярной идеологии шутеров никак не относятся. Зампелло не стал раскрывать каких-либо подробностей, но дал повод для спекуляции, намекнув, что в данный момент есть миссия развлечься как-то по-новому. Кто знает, речь ли о безымянных проектах по Звездным Войнам, коих в производстве по слухам 2, или даже чем черт не шутит о пачах Jedi Survive, которые были бы очень кстати, учитывая состояние игры на текущий момент. Похоже, что геймерам из Саудовской Аравии в ближайшее время не видать Final Fantasy XVI, а быть может игра официально не выйдет вовсе. Как известно, цензура в стране достаточно высока, и игра ее, к сожалению, не прошла. Власти королевства попросили Square Enix внести определенные коррективы, необходимые для поступления игры на прилавки. Однако издатель отказался выполнять вышеуказанные требования, что в итоге и привело к их же уходу, что называется несолоно хлебавши. За последнее время запрету на распространение в игре подверглись многие игры, в их числе серия GTA, God of War и The Last of Us Part II. По причине того, что в этих проектах содержится недопустимый по законам Саудовской Аравии уровень насилия, присутствуют сексуальные темы, а также сцены с употреблением алкоголя и запрещенных веществ. Итак, с этим разобрались, а я напомню, что во всех остальных странах новая часть финалки все еще разрешена, и ее релиз состоится 22 июня эксклюзивно на PlayStation 5. В сообществе игры Starfield, похоже, возрос уровень тревожности. Дело в том, что игроки вдруг обратили внимание на качество недавно вышедшего экшена от Arkane под названием Redfall и задались резонным вопросом. А вдруг с их горячо ожидаемой космической игрой случится нечто подобное? Игра выйдет крайне сырой и из тонны багов. Redfall выходила под крылом все той же Bethesda, что ожидаемо вызвало сомнения по поводу контроля качества в издательстве. С требованием, что называется, пояснить за это самое качество, обратились пользователи консоли Xbox, задав вопрос напрямую Филу Спенсеру. На что тот дал развернутый ответ, мол, Microsoft приобретает студии с играми на разных этапах разработки и взаимодействует с ними, в свою очередь, тоже по-разному. В случае с Arkane и Redfall взаимодействие было, чего уж греха таить, не особо. Однако этого точно не скажешь о Starfield, где с самого начала все шло как по маслу. А потому и беспокоиться определенно не стоит. Студия Blizzard уже заканчивает доводить Diablo 4 до релизного состояния. И прямо сейчас стало известно, сколько именно часов займет полное прохождение игры, включая зачистку всего дополнительного контента. Помощник директора игры Джоб Епиоро рассказал, что освоение всего контента в игре, включая в том числе доступного по боевому пропуску, займет порядка 80 часов, что, к слову, не так уж и много по меркам современной игровой индустрии с ванпостами часов на 200 и более. Также все тот же Пепиоро заметил, что упомянутый боевой пропуск будет доступен в двух вариантах. Бесплатно, ну и, как водится, в премиальном, куда ж без него. Сезоны же в игре будут работать аналогично Diablo 3, а раз в три месяца обещает подвозить и новый сюжетный контент. Пока многие поклонники Need for Speed жгут резину One Bound, последней на данный момент части популярной гоночной серии, китайские разработчики адаптируют франшизу под местного игрока. Так, немногие лишь знают о существовании так называемой Need for Speed Mobile, что находится в разработке уже довольно длительный срок. Какое-то время назад проект замораживался по причине переделки движка, но вскоре производство снова возобновилось. Данное мобильное ответвление нацелено на азиатский рынок, а его разработкой занято местное отделение Tencent. И пусть детальные информации, как и разного рода утечки кадров с бета-тестов старательно пресекаются, кое-что вполне просачивается в сеть с определенной регулярностью. А порой просачивается и до неприличного много. Вот, к примеру, на днях утекли аж 27 минут геймплея игры, позволяющей рассмотреть мобильное творение во всей красе. Можно сказать, что в игре довольно симпатичная картинка. И пусть она и отстает от ПК-версии лет этак на 10, речь же идет о версии для смартфонов, и в данном контексте графония воспринимается немного иначе. Игровой мир красочный, довольно масштабный и даже присутствует некоторая косметическая разрушаемость. Что касается игровых режимов, то тут велосипед изобретать, видимо, не решились. Да и, пожалуй, незачем особо. Есть дрифт, спринт, круговые заезды. Однако в глаза бросается весьма обширная карта игрового мира. Это значит, что погонять определенно будет где, и как минимум в однообразии гоночных трасс игру упрекнуть будет трудно. В случае, если в игру вообще как-то удастся поиграть, конечно. Ну а сейчас пришло время для вашей горячо любимой рубрики «Цирк с конями». Эксперименты с чат GPT набирают обороты. На сей же раз пытливый энтузиаст под ником FaceJeff внедрил популярную нейросетку в Майнкрафт, попросив ее заняться привычным для этой игры строительством. Однако после того, как геймер отправил запрос на постройку кубической версии Джо Байдена, искусственный интеллект изобразил нечто, скажем, довольно странное, похожее на что угодно, но уж точно не на 46-го президента США. По версии искусственного интеллекта, виртуальная копия политика выглядит как несколько разноцветных блоков, поставленных друг на друга. Игрок не отчаялся раньше времени и опыт не бросил, решив пойти дальше и дав Байдену банку с газировкой, о чем пришлось вновь попросить GPT. После чего объект, ну то есть Джо Байден, конечно, увеличился в размерах и изменил цвет некоторых блоков на черно-красные, однако по-прежнему не обретя хотя бы отдаленно похожие на человеческие очертания и формы. Пользователь предположил, что проблема кроется в генерации кода нейросети, которая пока еще весьма несовершенна и с трудом справляется с подобного рода нетривиальными запросами. И на этом у нас пока все. Как обычно, будем рады видеть ваши теплые слова в комментариях под роликом. Также горячо приветствуется пожелание и критика, если таковы и имеются. Так мы становимся лучше для вас. Не забывайте ставить лайк, репостить наши видео в соцсети и рекомендовать к просмотру друзьям. Новое видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За всем откланиваюсь, всем добра!